Всем привет! Всем привет! Привет! Ты должен сказать! Сегодня мы хотели бы снова продолжить нашу рубрику из разряда 5 вещей, которые нас удивили, проживая в Америке. Или живя в Америке. И поэтому первый наш пункт это автоматические платежи. Нас действительно удивило это, потому что, живя в Украине, у нас от силы, наверное, был один автоматический платеж, и то надо было ходить в банк и оплачивать его в банке самому. То есть, как таковых автоматических платежей у нас не было. Здесь же в Америке делают тебе даже скидку за то, что ты привязываешь свой аккаунт или свою кредитную карточку на автоматические платежи. Они тебе говорят, например, тебе надо будет в месяц платить за что-нибудь 20 долларов, но если ты сделаешь этот платеж автоматическим, то ты будешь платить 18 долларов. И таким образом толкают людей на создание как можно большего количества этих автоматических платежей, пока это не выходит из-под контроля человека, который платит эти платежи. И реально очень тяжело за ними следить. Поэтому, если вы планируете свой переезд в Америку, помните, автоматические платежи, это прям как снежный ком пойдет в течение года. Нет, у нас тоже много в наших фигнах платежей, но они приходят, там, бумажки, бумажки, да, и все. Телефон ты не обязан пополнивать в определенный день. То есть, закинчилось тебе там гроши, а снова пришел. Три раза в месяц. Это да. Поэтому, повторюсь, будьте внимательны, автоматические платежи, это вот то, что вас действительно удивило здесь. Это одновременно и круто, но одновременно и плохо, потому что за ними нужно следить. Да, чтобы Миша не снял сейчас. Так тоже может, да. Что, переходим к следующему. Да, да, другой пункт у нас про потребность маток кредит. Да. Я думаю, звучит. Всегда да. У нас это дико, потому что, например, в моей стране кредиты дают под 40% годовых, а то и под 45%. Такие кредиты, конечно, невыгодно брать. Но здесь же, наоборот, кредит иметь это очень хорошо, потому что кредит позволяет человеку построить его кредитную историю. А базируясь на этой кредитной истории, чем она лучше, тем, соответственно, меньше его годовой процент за оплату этого кредита, и тем больше шансов у него взять дом в ипотеку или купить себе какое-то жилье в ипотеку. Поэтому кредитная история здесь очень важна. И в этом нет абсолютно ничего зазорного, как, например, у нас, что иметь кредит. Здесь это абсолютно нормально. Даже человек состоятельный, с деньгами, он знает. Ну, не на 200, но, грубо говоря, если стоит вопрос купить автомобиль, например, какой-то, который будет стоить 10 тысяч долларов, и у него есть эти деньги заплатить сейчас, он его может взять в кредит и будет выплачивать за него там 2-3 года. И 0% практически, если у тебя хорошая история. Но мы про это окремо заключим видео. Да, наверное, мы сделаем отдельное. Мы детально про кредитную историю, потому что она обширная и великая. Очень большая, да, и мы столкнулись с целой кучей таких подводных камней, которые настучали нам по голове, пока мы всем этим занимались. Поэтому это будет реально отдельное видео. Но вот опять, касательно вот этого второго пункта, кредиты, в принципе, нас здесь, ну, не то чтобы удивили, но удивляет то, что каждый практически обязан иметь кредит. И это будет дико, если у человека нету кредита. Поэтому это вот нас и удивило. И переходим к следующему пункту. Это про миссцевые аптеки. Да. Что касается аптек. В нашем понимании мы привыкли, что приходишь в аптеку и видишь, в принципе, все, скажем, ну, да, именно фармацевтические товары. Здесь же, когда приходишь в аптеку, в аптеке можно купить хлеб, можно купить молоко, носки, игрушки, просто как обыкновенный супермаркет. А чтобы купить реально лекарства, их можно купить только по рецепту. Ну, не будем брать там какие-то легкие обезболивающие, там, например, от, я не знаю, от тошноты, от поноса и от прочего. Такие вещи можно тоже купить, да, легкие. И леденцы для горла, там, можливо, какие-то, я же забыла, бандажи, боже, лейкопластыри. Да, лейкопластыри. Лейкопластыри. Боже, чем шею? Я уже забыла, как на нашей мове будет. Ну, в общем, перекись водорода. О, перекись водорода, точно. Ну, в общем, всякие такие мелочи можно купить непосредственно просто вот в ряду. Он будет как вот, как в супермаркете вот на рядах. Можно подходить и брать аспирин там и так далее. Вот так и далее. Да. Не так, как у наших, все закрыто. Да. А вот именно если какие-то такие серьезные лекарства, там, антибиотики или какие-то там сильные, очень обезболивающие и прочее, это только по рецепту врача. И это все тоже очень так сделано нестандартно. То есть это приходишь, отдаешь рецепт человеку, он тебе говорит, окей, у нас сейчас эти лекарства, например, есть, приходите через полчаса, мы вам предоставим их, да, приготовим. Или могут сказать, например, их нету, они будут, только мы закажем, будут там через 2-3 дня, и вам их привезут. И после того, как приходишь забирать эти лекарства, это вот у меня был такой опыт, тебя обязательно перед тем, как тебе отдать их на руки, ты должен пройти инструктаж. Выходит специальный какой-то фармацевт, да, фармацевт, и он начинает полностью рассказывать о том, что какие побочные действия, что нужно делать, в каких дозах принимать, сколько, когда. Да, и вот только после того, как ты уже расписался за то, что ты прослушал вот эту вот всю лекцию, только тогда уже лекарства отдают. Короче, это нас действительно удивило, потому что аптека не похожа на аптеку, а обыкновенный сбор лекарства, вот как ты пришел вот просто там по рецепту забрать лекарства, а переходят в целый инструктаж по подготовке, я не знаю, там, как на пилотах, то есть, ну, птица летит. Это коршунь, это коршунь, соколи, да, не будем отвлекаться. Я просто памятаю, я купила в Украине антибиотики по рецепту данных, у нас данных ухорів, и я просто перейшла, мені дали, окей, все, никто ничего не рассказал, какие там дозы там, ну, разбавтывать, я вообще, я далеко от лекарства, и я взагал не знаю, как все это делать, и я, я честно, я сидела, вычитывала, до меня не доходило, как там, что там разбавтывать, я видео включала на ютубе, шукала, вы понимаете, серьезно, для меня, ну, потому что мала дитина, я не хотела передозировку сделать. У нас обычно на лекарствах пишут, что, ну, прочитайте в инструкции, там написано до заприменения с возрастом, да, ну. У меня не дошло, я первый раз взагалі спитнулася с теми, и спиталась, и останний раз купила, и останний, надеюсь. Для меня это было, что? Да, ну, короче, аптеки нас удивили, поэтому. Да, наступний пункт нас будет про телефоны, когда мы сюда приехали, прилетели, и, скажем, поменяли свою локацию, и номера телефонов заменили телефон. Новый? Ну, в смысле, не то, чтобы новый, ну, не внешне новый, а это вот такое ощущение, что, как будто бы до того, Вот до того, как ты приехал в Америку, такое ощущение, что как будто бы использовал демо-версию телефона. Приехав сюда, у телефона появляется куча дополнительных каких-то функций, которые до этого были скрыты. Это нас действительно удивило. Информация о всех заведениях вокруг тебя в айфоне. Информация в гугле больше, про постоянно какие-то то марафоны, то еще что-то показывают. Но это в великих местах, как в Сан-Франциско, на Байту Краще. Но все равно, даже в гугл-картах, например, я не знаю, ездишь по навигации, оно показывает. Но приехав сюда в Америку, включаешь навигацию, оно еще будет в углу показывать спид-лимит обязательно. То есть ограничение скорости на этом участке конкретном. И это прикольно. То есть реально совершенно другие функции появляются в телефонах. Так что да, это нас удивило. И заканчение нашей лайн-рубрки. Переходим к последнему пункту. Да, это про... Эмбер Алерт. Да, это про смс-ки приходят, тебе такие, даже не смс-ки, а поведомления. Да, это какие-то типа системные уведомления. Но это все, в общем, когда-то давно, я уже не помню, там как... Вроки в 20-х. Где-то 20 лет назад, да. Была девочка по имени Эмбер. Ее, по-моему, похитили и там жестоко убили. И после этого решили ввести такую программу, как под названием Эмбер Алерт, которая будет оповещать людей на мобильных телефонах именно в определенном кругу, то есть в определенном радиусе, районе, по поводу каких-то серьезных вещей. Например, будь то угон автомобиля, похищение ребенка или какое-то стихийное бедствие. То есть, представьте, вы заходите там, идете по супермаркету, и одновременно просто у всех людей в супермаркете начинает дребезжать и звонить телефон. Просто вот одновременно у всех. Еще стапалось. Да. И это значит, что им на телефон пришло уведомление под названием Эмбер Алерт. И мы его получали несколько раз, только в соседнем от нас районе. И у нас тоже получало. И вроде у нас даже, да. Но там было такое, первый раз писала там про какой-то... про угон машины. Я вот один раз получал, а второй раз получили по поводу какого-то стихийного бедствия, что что-то случилось там, где-то вот надвигается какой-то шторм. Но на самом деле шторма как такового и не было. Не дошел. Шел, 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 не дошел. Ну, все-таки попереджение, и я знаю, что оно пошло далее за межи штата и далее в деяких краинах. Тоже использует этот Эмбер Алерт. Да. Ну, это... Это реально интересная штука. Корисная. Да, нас она тоже так поразила, я бы даже сказал. Ну, я просто начала никуда передай, и тут приходит на телефон и говорит, шутся таки. А-па-па-па-па, гугл напомни. Шутся таки. Шутся таки. Вот. Поэтому, если вам это все было интересно, то, конечно же, вот ставьте пальцы вверх. Коментуйте. Да, комментируйте, задавайте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить прямо в комментариях ниже. И следующую рубрику мы уже готовим, вот буквально она будет на подходе. Мы будем стараться вот давать такие между нашими влогами. Коротенькие рубрики по поводу того, что нас удивляет в Америке. Боже, насекомые тут ползают. В общем-то, просто по поводу всего, что касается жизни в Америке, будем стараться какие-то такие маленькие рубрики вставлять. Да, разбавлять. Разбавлять наши влоги, да. Поэтому спасибо, что смотрели. И увидимся с вами в следующем видео. Пока. Пока. А Дань, скажи бай-бай. 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 Бувайте. Бай-бай. 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 Продолжение следует...